Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. Мы говорим о русских традициях, в частности, о том, как правильно праздновать день Светлого Воскресенья Пасху и как это делали наши предки. Первое-наперво, конечно, надо поговорить о том, как высчитывается день Пасхи, потому что Пасха у нас движется, каждый раз она у нас по-разному, и я думаю, что многие задумываются, каким образом высчитывается день Пасхи. Дело в том, что еще в древние времена, а праздник этот древний, как вы прекрасно понимаете, еще финикийцы и древние римляне и все, кто, собственно, его праздновал, они ориентировались по лунному календарю. И отчет велся от полнолуния. В лунном месяце 28 дней и, собственно говоря, ориентировались на первое весеннее полнолуние. Этот день, если его считать по лунному календарю, всегда приходится на одну и ту же дату. Но наш календарь связан не с луной, а с солнцем. Поэтому, соответственно, если его приурачивать к нашему календарю, то день Пасхи постоянно движется и мог даже приходиться не на воскресенье, а, например, на понедельник, вторник, среду или любой другой день. Поэтому в 324 году христиане договорились о том, что Пасха будет всегда проводиться в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. И всегда после 21 марта, в связи с тем, что 21 марта начинается весеннее равноденствие. Вот с тех пор, собственно говоря, и стали определять, когда будет праздноваться Пасха в том или ином году. Итак, это первое воскресенье после весеннего полнолуния. Вот таким образом высчитывается дата очередной Пасхи. Надеюсь, вы не запутались и поняли все так, как и должно быть. Первое воскресенье после весеннего полнолуния. Празднование Пасхи начинается, естественно, в воскресенье и длится целую неделю после пасхального воскресенья. Поэтому мы, конечно, целую неделю не празднуем. Для нас этот праздник вошел в один единственный день. А наши предки праздновали целую неделю. Это была целая неделя великих служений в церкви, великих праздников, разговения, вкушения еды после поста. То есть действительно люди радовались во всех отношениях. Тем более представьте себе, что когда в доме происходит подготовка к праздничному пасхальному столу, а еще длится Великий Пост, то это великое испытание, когда все так вкусно пахнет. Сдоба, куличи, все замечательно, а попробовать ничего ты не можешь. Люди выдерживали это испытание и вкушали пищу уже, конечно, за пасхальным столом. Но всему этому мероприятию предшествовала, конечно, литургия. Служение в церкви, естественно, происходит еще с ночи, то есть с субботы. Потом утренняя литургия. В 12 часов дня люди начинают поздравлять друг друга. В церкви во время пасхальных служб открыты царские врата. Обычно они всегда закрыты, и только в пасхальную неделю, целую неделю они раскрыты, что символизирует стирание грани между небом и землей. То есть связь с Богом, она особенно неразрывна в пасхальную неделю. И вот открытые царские врата лишний раз символизируют торжественность момента. В церкви необыкновенно убраны огромное количество цветов. Это действительно праздничные моменты, которые действительно вдохновляют и впечатляют. Поэтому, собственно говоря, пасхальное воскресенье – это, так сказать, финиш. Уже горе отходит на задний план. Вы, если помните библейскую историю, то есть Христос воскрес в этот день. Великое ликование охватило и небеса, и мир животных, и мир людей. То есть все ликуют и все радуются. Вот почему еще в свете этого нецелесообразно появляться, дорогие мои друзья, на кладбище. Напоминаю, я уже говорила о предшествующем видео, еще раз вам скажу. Пасхальная неделя, она не для горя, она для радости, для момента воскрешения. Для поминания усопших есть отдельная неделя, когда и нужно отправляться на кладбище. И особо правильные хозяйки на перед поминальной недели еще раз пекут пасхи уже для своих усопших. И с этими пасхами отправляются на кладбище для того, чтобы, собственно говоря, помянуть своих близких. Итак, как вы поняли, в 12 часов дня после заутренней литургии миряне начинают друг друга поздравлять и христосоваться. То есть говорят, что Христос воскрес, и троекратно сопровождают это поцелуями. То есть поздравляют друг друга. В знак особого уважения вручают крашенки друг другу. Поэтому это уже, в общем-то, момент, собственно говоря, к тому, чтобы отправляться домой и вкушать пищу. Но на этот счет тоже были свои традиции. Никто не имеет права усесть за пасхальный стол, пока в жилище не произведен уже индивидуальный молебен, который священники проделывали, приходя к мирянам в дом. Вот пока, собственно говоря, не вычитаны все необходимые молитвы, садиться к столу было не принято. Поэтому после литургии священники и часть назначенных спутников отправлялись по домам мирян. Кто такие были спутники? Туда обязательно входили, например, старушки или люди, которым надо было что-то особо попросить у Господа Бога. И они как бы выполняли роль сопровождающего священника. Считалось, что это особая, собственно говоря, должность, и что Бог особо отмечает помощников священников в этот день. Но мужчины в основном, конечно, примыкали для того, чтобы угощаться и принять рюмочку. А те, кому надо было что-то особое такое у Бога попросить, те, собственно говоря, себя назначали или входили в группу служек для того, чтобы помогать священнику и заодно все время просить Господа Бога о своей проблеме. Ну, мало ли, у кого-то, например, кто-то очень тяжело болел в семье, и люди ходили помогать священнику, и этот день считалось, что Бог обязательно поможет и не забудет. То есть вот это была такая, можно сказать, свита, которая особо приближенная, так сказать, к ритуалу освящения дома. Как только в доме происходил молебен, семья могла садиться к праздничному столу и, наконец-то, кушать пищу. Без этого никто за стол не садился. Встречать священнослужителя с его помощниками тоже надо было по-особенному. Все это делалось весьма торжественно. Во-первых, возле икон зажигались свечи, они обязательно должны были гореть к моменту прихода священника. Стол был застилен в белоснежной скатертью. На столе ничего из еды еще не должно было стоять, кроме должна лежать была коврика хлеба. А под скатерью, в районе угла, надо было обязательно организовать прикорчню соли. Вот, накрыть потом это скатерью. Просто когда происходит молебен, слова молитвы тоже на соль влияют очень благостно. Ее как бы заряжают позитивом. Она считалась прекрасным лекарством для людей в болезни животных. Помните, пожалуйста, что это основные моменты, о которых пеклись крестьяне. И хозяева дома. Потому что, собственно говоря, благосостояние зависело от их трудов праведных и от их животных, которых они заводили. Это все было богатство, это был достаток, поэтому это было очень важно для людей. За этим следили очень бдительно. К приходу священника хозяин выходил на порог. А хозяйка выносила икону Богородицы. И во время молебной служения они вылили все при входе в дом. И торжественно ждали, когда этот ритуал закончится. Он был достаточно длинный. Произносилось не менее 12 молитв. Но все считали, что это так нужно, так правильно. После того, как весь ритуал был закончен, можно было непосредственно входить в дом. Дом считался уже освященным и готовым к тому, чтобы садиться за праздничный стол. Кроме того, что освящалась изба, так сказать, обязательно опросили организовать молебен на хоз в дворе. Для этого заранее накрывался специальный стол. Он подкрывался торжественно скатертью. На нее устанавливалась так называемая скотская паска. То есть паска, которую потом скармливали скоту. Над ней читали молебен. Особенно обращались к определенным святым покровителям домашних животных. Это власий, мамонт, флор и лавр. Вот к ним обращались. Особенно прося защиты и здоровья скоту. После того, как молебен был закончен, паску развязали на мелкие кусочки или раскрашивали эти крошки, скармливали домашней птицей и животным. Тогда считалось, что, собственно говоря, мы, собственно говоря, паску считаем чисто таким явлением мира людей. Но напоминаю, что наши предки очень были близки к природе. И они не отделяли себя ни от сельскохозяйственного скота, ни от кур, которые приносили яйца. То есть для них это был единый мир, мир их домашнего очага и благосостояния. Поэтому вот такие вот ритуалы обязательно проводились для сельскохозяйственной скотины. Для того, чтобы действительно быть уверенным в том, что будет и благоприятный урожай, и скотина будет живая, и куры будут приносить яйца. А значит семья будет достаточно богатой и успешной. Это дорогого стоит. Поэтому, дорогие мои друзья, вот какие интересные моменты происходили на паску и считались совершенно естественными. Так что освещался не только дом, но и скотный двор. Кроме того, надо сказать, что священники освещали дом еще церковными иконами. На этот случай иконы приносились из церкви. Вот, ими освещали каждый двор именно церковными иконами. И потом на ночь возвращали их обратно на хранение в церковь. И каждое утро такие молебны продолжались. Молебны эти длились, естественно, после Паски обходилась вся деревня. Это, безусловно, если это было в деревне. В городе, конечно, священник в основном заходил в богатые дома, где люди могли себе это позволить, на этом настаивали. Остальные довольствовались тем, что ходили в церковь, приносили освященную, так сказать, с ней и ее, так сказать, происходил момент разговения. Ну, собственно говоря, как говорится, у нас всегда так было. У кого и достаток повыше, тому и почести побольше. Так что, в любом случае, в церковь ходили все, бедные и богатые. Ну, а приход священника на подворье, это уже, как говорится, в деревнях он заходил к каждому, а в городах к самым богатым именит. Что такое разговение? Как вы помните, в Пасхе предшествовал очень строгий пост. Поэтому, соответственно, Пасху ждали еще с точки зрения для того, чтобы вкусить хорошо забытый вкус сытной и богатой еды. Как только молебны проходили, можно было идти к пасхальному столу. И начиналось пасхальное разгулье. Выглядело оно, конечно, как всегда на Руси с размахом. Много ели, много пили, горячительного в том числе. Но, как говорится, душа ж праздника просит. Поэтому, напиваться ли на Пасху, вопрос открыт. И, конечно же, Господь Бог это не приветствует. Но мера находится внутри каждого человека. Я считаю, что правильнее, конечно, соблюдать меру и в еде, и в питье в том числе. Помните, пожалуйста, что пост в некотором смысле делает организм достаточно стерильным. И выходить из поста нужно постепенно и поступательно. Поэтому самая большая неприятность человека может возникнуть, если он после длительного скромного питания вдруг накинется на что-нибудь жирное, обогащенное, так сказать, сливками, маслом и прочим. Поэтому, соответственно, тут беды не миновать. Считается, что выходить из поста надо тоже весьма и весьма осторожно. Первый день желательно ограничиться только одним-двумя отварными яйцами, вот этими крашенками и кусочком пасты. Так что, а на следующий день вы можете себе уже добавлять белковую пищу, например, там отварные куры и прочее, прочее, прочее. То есть надо все делать весьма осторожно. Тот, кто сразу навалится после поста на богатую еду, тот может получить заворот кишок. А это может привести, как вы понимаете, даже к летальному исходу. Поэтому будьте осторожны, если вы постились. Но если вы не постились, вам ничего не угрожает. Можете смело закусывать куличами. Есть окороки, жареные куры. У нас впереди еще с вами пасхальное меню. Пасху непременно покажу то, что я буду подавать к столу. Так что я думаю, учитывая, что мы не постились, нам ничего не угрожает. Пасху проведем с превеликим удовольствием. По поводу того, кому первому вкусить пасху. На этот счет тоже, кстати, традиции гласят следующим образом. Первыми должны попробовать пасху дети. Дети хозяин семьи разделял пасху. Наделял каждого ребенка кусочком пасхи. И они первые получали, так сказать, пасхальную еду. Так что можете и сами точно так же практиковать. Считается, что дети в этот момент получают благословение небес. И хорошую порцию счастливой удачи и здоровья. Поэтому в данном случае, если хотите, то можете пасху все-таки сначала предложить детям, а потом себе. В момент получения пасхи все христосуются между собой и дети в том числе. Считалось только неприличным, когда христосуются между собой муж и жена. Это считалось не очень приличным, на людях не делалось. Все остальные друг другу могут отпускать поцелуи в этот день. Это считалось совершенно естественным. Ну что ж, дорогие мои друзья, теперь поговорим о приметах и обычаях. Ну, во-первых, как вы понимаете, пасхальные праздники это не только еда. В этот день, целую неделю, люди ходили друг к другу в гости. Вся неделя сопровождалась большим количеством празднований всякого рода. Еды и питья. Ну, о кое-каких моментах, как все-таки проходили эти праздники, я вам сейчас расскажу. Одно из самых любимых занятий, собственно говоря, считалось звонить в колокола. В момент, когда заканчивалась пасхальная служба, и до 4-5 часов вечера, причем это целую неделю празднования, мирянам разрешалось подниматься на колокольню, всем и женщинам, и мужчинам, и детям, и звонить в колокола. Может, получалось не совсем музыкально, но, с другой стороны, считалось, что это тоже очень счастливый ритуал. Во-первых, колокольный звон, это уже заметили даже физики в наше время, он делает необыкновенно атмосферу праздничной, даже заходит в какой-то резонанс, что, собственно говоря, очищает ауру вокруг себя. Поэтому звон колоколов, это очень правильное даже для организма явление. Поэтому, собственно говоря, одним из развлечений пасхальным это было звонить в колокола. Все считали нужным это сделать, и с удовольствием звонили. Поэтому это одно из самых распространенных пасхальных занятий было. И разрешалось это делать, напоминает, целую неделю. После этого уже на колокольни не пускали никого до следующей пасхи. Следующим пасхальным развлечением было катание яиц. Яйца скатывались с горки. Уж из каких побуждений, не знаю. Традиции уже эти, собственно говоря, может быть, сохранились в деревнях, можно спросить у старожилов. Но, тем не менее, это было любимое занятие. Чаще всего этим занимались детишки и девушки. Собственно говоря, с другой стороны, это одно из самых пасхальных развлечений, поскольку на остальные в основном был запрет. Что имеется в виду? Хороводы и песни в пасхальную неделю считались неприличными. Поэтому, собственно говоря, этого не было. Это же обычное развлечение в деревне, собственно, водить хороводы и петь песни. Поэтому развлекались именно пасхальными забалами. Катали яйца, звонили в колокола, посещали друг друга, ходили в гости, много ели, много пили. Качались на качелях. Что касалось качель. Качели устанавливали, что называется, вскладчины. То есть собирались все мужики, устанавливали большие качели, на которых можно было массово, собственно говоря, влезть и раскачиваться. Этим занимались все. Там не было ограничений ни по возрасту, ни по полу. Катались и дети, и мужики, и девицы, и парни. И, собственно говоря, это было одно из пасхальных развлечений. Качель ставили несколько друг от друга для того, чтобы не было там очередей, никто себя не считал обездоленным. Туда же приходили, собственно говоря, вся деревня. Развлекались, разговаривали, поздравляли друг друга. То есть это был еще такой праздник и в некотором смысле сплочение. Все друг друга знали, все друг другу были рады. С другой стороны, это хорошо забытое время, когда людям действительно не скучно было друг с другом. У нас сейчас все индивидуалисты, все сидят в своих норках, в своих ячейках, и глубоко всем плевать на то, как живет сосед. Традиции русские, да, собственно, и вообще все древние традиции, они основаны на коллективизме. Людям было интересно друг с другом, много разговаривали, много общались. А стало быть, если вы все друг друга знаете, вы стараетесь друг друга гадостей не делать. Поэтому в данном случае люди были честнее, чище, лучше, помогали друг другу. Это время, которое, конечно, можно возродить, если пожелать хотя бы привнести в нашу достаточно одинокую камерную жизнь вот эту здоровую долю коллективизма. И Пасха в этом смысле один из прекрасных поводов для общения. Существовали еще особые ритуальные явления на Пасху для жениха и невесты. Именно на Пасху приглашали в дом кумовьевых сватов. Даже тех сватов, которые будут будущими сватами. Соответственно, жених и невеста садились на почетное место за пасхальный стол. И за ними особенно присматривали, чтобы они хорошо ели, хорошо пили, поскольку считалось, что это правильно. Это обещает счастливую семейную жизнь в будущем. Изобилие в доме. То есть они должны были хорошо приложиться к праздничным блюдам и к горячительным напиткам. Считалось правильным. Потом молодых сажали в повозку. И они, обняв друг друга за талию, это считалось обязательным явлением, поскольку таким образом они всей деревне показывали, или поселку, городу, что они уже жених и невеста. Они отправлялись кататься по деревне. Так что вот еще один ритуальный пасхальный момент. То есть жених и невеста могли сделать общий известный факт, что они скоро должны пожениться. Так что это еще одна пасхальная, собственно говоря, пасхальная традиция. Ну вот такие были у нас праздники, дорогие мои друзья. Много ели, много пили и праздновали ровно семь дней до Красной Горки. С пастой у народа было связано огромное количество всяких примет, ритуалов и поверий. Особенно пасхальную неделю на полную катушку использовали девушки, которым необходимо было подыскать жениха, так стоит устроить свою жизнь. Во-первых, эти девушки прекрасно знали, что если взять крашенку красного цвета, положить ее в воду, а потом этой водой мыться, то ты неизбежно будешь красивой, румяной и очень популярной среди женихов. То есть шанс выйти замуж будет непременно очень впечатляющим. Поэтому каждая уважающая себя девушка тем самым улучшала свою красоту, умывалась с этого красного яичка, чтобы стать необыкновенной описанной красавицей. При этом, когда она умывалась, ногами она остановилась на топор, с тем, чтобы быть крепкой. Это народные поверия и приметы, которые, может быть, сохранились в некоторых деревнях. Я считаю, что это, опять же, абсолютно правильно. Если человек верит в магическую силу того, что делает, значит, он действительно во многом от себя открывает горизонты и возможности. Поэтому попробуйте его умыться с красной крашенки для того, чтобы быть красивой и успешной. Вообще девушки верили, что любовные приметы на Пасху всегда, так сказать, сбываются. И всегда делали заметки на этот счет. Вот доходит до смешного. Если у щи упала муха, значит, скоро будет свидание. Вот даже до такого. Если чешется бровь, будешь смело миловаться. Если чешется губа, значит, будешь целоваться. На все обращали внимание. Если чешется локоть, милость спешит. Так что все, чтобы не зачесалось, все, чтобы не заболело и чтобы в щи не упало, все это, как говорится, к любви и к милому. И на все это наши красавицы обращали внимание. Так что, если на Пасху упадет что-то больше или в щи, ну, значит, ждем жениха на порту. Что касается еще любовной магии, то во время службы пасхальной девушки обязательно приговаривали о воскресенье Христово, пошли мне жениха холостого. Опять же, дорогие мои друзья, примет огромное количество. Я вам все-таки сделаю ссылку на мой сайт Моджики. У меня там есть целая тематика, посвященная пасхальным ритуалам, приметам и прочим. Поскольку все, конечно, на слух не воспримешь, и все я при разговоре тоже вспомнить не могу, то более подробно обязательно посмотрите на страницах, почитайте. Там очень много полезного и интересного, даже того, что я вам сейчас не расскажу. Поскольку, опять же, память не все держит в голове, мне достаточно сложно концентрироваться на этих моментах. И кое-что, безусловно, я упущу. Поэтому у вас еще есть время для того, чтобы здорово встретить Пасху. Поэтому почитайте, посмотрите, сделайте выводы. И надеюсь, все это будет вам полезно. И так вы понимаете прекрасно, что на пасхальную неделю девушки возлагали огромные-огромные надежды. Надежды на счастливое замужество и на богатый дом. Пасхальные приметы касались не только одиноких девиц, желающих выйти замуж, но очень строго соблюдались и неохотниками. Дело в том, что считалось, что в день Пасхи и в неделю пасхальную категорически нельзя убивать ни одну живую тварь, поскольку считалось, что животные так же радуются воскрешению Христова, как и люди. Поэтому считалось это великим грехом. Тот, кто нарушал этот завет, неизбежно будет наказан. Так считали охотники. А наказание может быть какое угодно. Неосторожный выстрел заведет леший. Поскольку помните, пожалуйста, что охотники достаточно, собственно говоря, своеверные люди, как вы понимаете. Поэтому считалось, что это великий грех. Именно профессиональные охотники, которые этим зарабатывали на жизнь, даже приносили ружья на службу во дворе, как только священник произносил первый раз «Христос воскрес», стреляли в воздух. Тем самым считалось, что они убивают черта, который, собственно говоря, возможно, им будет мешать в охоте или создаст им какие-то неприятные моменты. Но именно выходить решительно на охоту, убивать живые существа считалось великим грехом. Поэтому вот таким вот образом, выстрелом в воздух во время службы охотники заручались поддержкой в своем ремесле. Такой вот интересный момент, и о нем тоже желательно сказать. Было еще одно пасхальное поверье. Дело в том, что тот, кто умрет в светлую седмицу, то есть в неделю после Пасхи, тот считается, что, как ибо он грешником ни был, но получает билет в Царствие Небесное без всякого отпущения грехов. То есть ему дорога открыта. Поэтому считалось великой удачей. Коль уже смерть должна прийти, то все мечтали, чтобы это произошло вот в эту светлую седмицу. Тогда, собственно говоря, двери рая распахнуты перед умершим, точно так же, как царские врата церкви. Итак, дорогие мои друзья, на Пасху было много всего интересного, но самое главное, помните, пожалуйста, что Пасха – это новый отчет в вашей жизни. Но считайте, что это у вас какой-то день рождения, с которого вы повелись, отчет своих событий, или какой-то Новый год, который начался весной, не имеет значения. Считайте, что это какой-то этап благоприятный в вашей жизни. Все, что вы мечтаете, все, что вы хотите, чтобы у вас сбылось, обязательно надо загадывать в Святую Пасхальную неделю. Я вам очень советую. И очень советую пораньше вставать в эти дни. И даже встречать первые лучи солнца. Кто рано встает, тому Бог подает. Это примета давняя, старинная поговорка. И она не случайная. Эту неделю лучше вставать максимально рано. Вся удача, которая в этот момент излучает небеса, она вас тогда не менет. Поэтому не забывайте об этом, пожалуйста. Одну неделю можно себе позволить вставать пораньше, для того, чтобы удача мимо вас не пришла. С вами была Елена. Продолжение следует...